Во вторник вечером сотрудники полиции задержали 24-летнего лжетеррориста, который заявил по телефону диспетчеру службы спасения, что в третьем подъезде 10-этажного дома в Ленинградском переулке заложено взрывное устройство. Как только аноним отключился, оператор службы 112 передал тревожный сигнал во все экстренные службы. Через считанные минуты во дворе стоял десяток спецмашин. Нам позвонили, что был сигнал службы 112, что дом заминирован. Вот поэтому пока еще подробностей не знаем. Вот только так быстро все это произошло. Звонившего искать долго не пришлось. Экипаж ППС нашел его в указанном подъезде. Нетрезвый мужчина вел себя вызывающе. В основном, конечно, мы только заминировали. А что вас задержали, за что? Да я знаю точно. Дело было раскрыто по горячим следам. Житель поселка Дубовый мыс, 1991 года рождения, приходил в этот дом в гости. На восьмом этаже в съемной квартире живут сестры, с которыми фигуранты знаком по работе. Визитер пришел около 7 часов вечера. После застолья старшая сестер попросила гостя на выход. Нетрезвый мужчина заортачился. На глазах у родственниц он сделал звонок со своего мобильного телефона, как позже выяснилось, в службу 112. Кое-как избавившись от беспардонного гостя, дамы вскоре вновь были вынуждены открывать дверь. Теперь уже полицейским. Ну он пришел, все, пьяный. Куда я знаю, блин, что он там будет звонить, это вообще не мое дело, да? А что у него это? Ну там хоть с ней алкогольное обвинение обычно совершают или что-то подобное такое? Нет, нет. Никогда, сколько раз знал, я видел, не рад. Хоть ситуация и была очевидной, полицейские решили подстраховаться. Подъезд и квартиру, в которую приходил фигурант, обследовали сверху донизу в поисках взрывного устройства. Кинолог ничего взрывоопасного не нашел. При личном досмотре в отделении, куда был доставлен подозреваемый, у мужчины обнаружен телефон. Обратный звонок на номер анонима показал, что это именно тот аппарат, с которого звонил хулиган. Задержанный был судим за кражу в 2011 году. Хабаровский мужчина работает неофициально, он контролер детского уличного аттракциона в одном из городских парков. Его слова о трудоустройстве в развлекательном центре «Орликин» оказались выдумкой и не соответствуют действительности. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.